Площадка Фантом, неосвоенные бюджетные деньги. После того, как вопрос о несуществующей площадке задали президенту России Владимиру Путину, он серьезно заинтересовал многие ведомства, в том числе и правоохранительные органы. А уже на следующий день после заседания комитета по ЖКХ и городской инфраструктуре лесопарк посетили депутаты городской думы вместе с главой муниципального образования Юлией Рокотянской. Экскурсию им устроил директор лесопарка Виталий Исаев. Он рассказал, что действительно существует контракт на изготовление и установку оборудования. Деньги были выделены из городского бюджета. Они и были потрачены на площадку Фантом. Правда, как оказалось, по площадке этой можно и прогуляться, и поснимать. А те, кто хоть раз был в лесопарке, видели ее своими глазами. Выходит, площадка не такая уж и призрачная. Это детский комплекс, состоящий условно из трех частей. Первая установлена здесь. Это игровые комплексы Космос, Горка, четыре качалки на пружине и другое оборудование. Есть еще третья часть, которая была установлена в зоне перспективного развития. Но в связи с тем, что нашему учреждению передано в подведомство территория пляжа в поселке Солоча на реке Старица, мною, как директором учреждения, было принято решение, что вот этой вот площадки, по нашим наблюдениям, в принципе, достаточно для жителей. Что касается пляжа на реке Старица, то там нет ни одного детского оборудования. Поэтому мной было принято решение 6 мая этого года демонтировать это оборудование. Есть соответствующий акт, есть соответствующий приказ. 15 мая оборудование было демонтировано. Срок к 1 июня это оборудование появится на пляже на реке Старица. Еще одну часть планировали расположить на территории, которая благоустройству только подлежит. Но финансов на это уже не было. А устанавливать площадку на голом поле тоже вариант не лучший. Поэтому ее поставили на Соборной. Дело в том, что сумма 4 миллиона, она действительно не точная. 4 миллиона 900 тысяч потрачено на детское оборудование и на спортивное. На детское оборудование, на все потрачено 3 миллиона. Ну, без некоторых там копеечек. Но сумма очень верная к этому. Площадка на Соборной стоит 1 миллион 200 тысяч. Примерно 900 тысяч стоит то оборудование, которое мы установим на пляже Старицы. И оставшаяся часть это вот это оборудование. Все по списку переданного ему. Здесь же можно найти оборудование, которое будет установлено на пляже Старицы. Это веревочный парк. Если обратить внимание на крепеж, то можно увидеть следы земли. Свидетельство того, что этот комплекс уже был установлен. Да к тому же простоял приличное количество времени. Но было принято решение перенести его на Солочинский пляж и установить до 1 июня. Соответствующие документы имеются, сообщил Виталий Саев. Вот это вот первая площадка Центра уличного спорта под мостом. Тренировочная зона, зона воркаута. Вот все оборудование, за исключением теннисных столов, которые находятся здесь, было приобретено в счет вот этой вот суммы 4 миллиона 900 тысяч, о которой мы говорили. 3 миллиона детское оборудование, 1 миллион 900 спортивное. Какой конкретно? Большая часть турники для воркаута, гантели, перекладины, TRX-рама. Проверку законности и эффективности использования средств бюджета города Рязани, выделенных в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды города Рязани, провела контрольно-счетная палата. Были выявлены незначительные нарушения, которые уже устранены. Следственный комитет проверил информацию о нецелевом использовании бюджетных средств в разрезе площадки. Они посетили как лесопарк, так и Соборную площадь. Посмотрели также на неустановленные аттракционы и убедились, что все оборудование находится на своих местах и нарушений нет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».